Ника Белоцерковская, российский журналист, медиа-менеджер, блогер, телеведущая присоединяется к нам. Здравствуйте! Здравствуйте! Здрасте! Ника, вот более миллиона человек молодого, трудоспособного населения потеряла Россия за последний год. Москва предпринимает попытки удержать специалистов, к примеру, путем запрета рекламы сервисов миграции. Какими будут последствия этого исхода населения? Какие картины Вашего воображения рисуют на этот счет? Ой, ну, на всех фронтах рисуют картины чрезвычайно печальные. Мы не говорим даже здесь о демографии, что страна просто вымирает. Мне начинает казаться, что это какая-то специальная операция только в обратную сторону. Потому что то, что сейчас происходит, это такое уничтожение вот этих молодых мужиков, которые одновременно и рабочая сила, и мужья, и отцы, которые должны уничтожить детей. Это что-то совершенно немыслимое. То есть просто мало того, что уничтожают соседи, но уничтожают изнутри и себя. Это вообще не укладывается, здесь нет никакой логики. Не понимаю вообще, что это. Как это, кроме как какого-то злого умысла. Другого оправдания я этому не нахожу. Ну и вот спастись фактически от этого можно, например, выехав с России. Но вот уже и из России-то особо и не выйдешь. Да, вот молодому трудоспособному населению, получившим повестку, и в том числе на госуслугах, ну запретят выезжать из России до явки в военкомат. И вот вообще вот эта система, знаете, электронных повесток через госуслуги. Говорят вот эксперты, что пока Путин это все еще не подписал, есть еще какой-то вот, ну небольшой такой промежуток времени, когда еще можно выехать и спасти себя. Как вы считаете, вот когда закроется все-таки этот железный занавес, насколько силен будет вой по этому поводу в России? Ну очень сложно, конечно, прогнозировать, потому что, насколько я понимаю, для меня, например, главным источником информации являются телеграм-каналы, которые очень полярные в своих мнениях. Вы понимаете, да, что есть или белые, или черные. То есть ничего такого, что все не так однозначно, да, чтобы работало в обе стороны, не существует. Мы уже прекрасно понимаем, кто и чьи интересы представляет. Я не знаю про вой, который поднимется, я знаю про то, что это повлечет какое-то адское количество человеческих трагедий внутри страны, потому что если еще там до последнего надеялись, что удастся избежать, быть вне политики, и как-то так тихо об этом не разговаривать, да, и как будто бы ничего не происходит, то все, это уже вот это цифровое рабство и уголовное преследование за, ну как бы, неполучение электронного письма, да, которое ты как бы получил. Это новый этап. Это новый этап для России. И это, конечно, начался уже такое настоящее уничтожение народа, который, не хочу говорить, что это заслужил, но к этому все шло. То есть мне кажется, что, в принципе, это было все очень логично, как вот такой последний шаг. Скажите, а что делать? Вот многие говорят, что пытались там удалить аккаунт в госусловах. Да, он не удаляется. Даже если удаляется, остается личный кабинет, куда могут прислать эту повестку. Что делать дальше? Смотрите, я вижу здесь, конечно, несколько очень серьезных проблем, потому что я абсолютно уверена, что уже кто мог уехать, и у кого действительно мозги на месте, они все уехали. Те, кто себя до последнего уговаривал, боялся и так далее, сейчас тоже уедут, у кого была возможность. Но я абсолютно уверена, что процентов, наверное, 70-80 такой возможности просто нет. Это элементарное отсутствие денег, загранпаспорта, визы и так далее. То есть люди просто, которые не прекрасно понимают, чем все это может для них закончиться, они кинутся в бега внутри страны. И будет невероятный какой-то такой криминальный всплеск, потому что жить-то как-то надо будет. И у меня очень печальные прогнозы, и я не понимаю, что можно здесь советовать. И, кроме того, как спасаетесь. Спасаетесь любой ценой, потому что все уже прекрасно видят, что, ну, кто видит. Я думаю, что прозрели очень многие за эти несколько месяцев, что есть два пути. То есть это вообще какой-то замкнутый круг. То есть если ты не идешь убивать, тебя сажают, туда приезжает на зону Министерства обороны, тебя вынимает и отправляет воевать. Это так, что ли, теперь должно выглядеть? А знаете, а может быть еще третий путь, что вот появится такой протестный потенциал, люди выйдут на улицы, да, и спросят, куда вы нас отправляете, и где те 300 тысяч, которые вы набирали в первую волну мобилизации? Или не выйдут все-таки, как вы думаете? Ну, если начнется бунт, то он начнется только в регионах, потому что никакого бунта, например, в Москве и Петербурге не может быть просто, потому что эта охранная система, она уже настолько отработала вот эти жестокие методы, и призывать людей выходить на улицы это такое же преступление сейчас, как призывать их идти на войну, потому что, ну, позвоночник те сломают, и вот эта пятимиллионная армия этих яйцеголовых в шлемах с хорошей экипировкой, дубинками, теперь еще у них появились кувалды, и вы думаете, они кого-то жалеть будут? Нет, конечно. У них хорошая зарплата, у них нормальная жизнь. На войну их не отправят, потому что у них другие цели и задачи охранять от своего народа лидера своего. Знаете, вот даже РосСМИ где-то там прозревают и вот осмелились задать Пескову вопросы по поводу вот этого реестра, точнее, сервиса госуслуги, электронных повесток, да, с вопросом, не будет ли иммиграции, да, новой в связи с принятием такого закона, на что он прекрасно ответил, что да это вообще речь не идет о мобилизации, речь идет о воинском учете. И все так сразу раз и поверили, правда? Да, конечно. Уже же было. Что за глупости? Какая Украина? Как вам могло прийти в голову, что мы собираемся на нее напасть? Прошло два дня. Да, те, кто останутся... Новости одна, одна другой хуже. И, честно говоря, вот ты смотришь по... Как ты интуитивно считываешь настроение людей там по социальным сетям, поэтому это, конечно, такая уже злость, перешедшая в отчаянии, да невозможно этот градус долго держать. И еще с этим появившимся совершенно бесчеловечным и жутким видео, все это вместе... Вы имеете в виду видео казни украинского военного? Пленного? Да, да, да. То есть это очень наглядно людям демонстрируют, чем им предлагают нам заняться. Да, но тем, кто останется в России, им тоже особо вот... Не позавидуешь, да? Подготовка в армии уже идет, ну, фактически с пеленок, да? В России запустили производство камуфляжных конвертов для младенцев, и теперь вот пропаганда фактически взялась за самых маленьких граждан страны. Как вообще вот эту дикость, ну, реально дикость, можно прокомментировать, это реально придумал какой-то больной разум? Тут Оруэлл просто отдыхает. Я читала эту новость, я поняла, что это придумала женщина, у которой муж сейчас выполняет спецзадачи по спецоперации. Мы сейчас видим видео, да, тут не только, можно посмотреть вот на эти пеленки, на эти конвертики. Не, ну, слушайте, это, конечно, выглядит абсолютно отвратительно, и вообще все эти методы, ну, не знаю, вот мы можем повторить, реально повторяется что-то из прошлого века с совершенно какими-то другими системами координат, вообще, не знаю, там, в моральном, этическом поле и во всем остальном, потому что это какая-то дикая хтоня, эти несчастные дети с этими зетками, и какой-то абсолютный. Ну, слушайте, это же дети поколения, которые, вот я очень хорошо помню, что вот у меня дома папа и мама, это же жили как, точно так же, как и в Украине, кстати, в Советском Союзе, то есть мы все говорили одно, думали второе, а делали третье, то есть я бы не особенно в этом смысле доверяла пропаганде, потому что, конечно же, там люди думающие, у них это должно вызывать просто отторжение, которое помнится, как все это было, но вот сам посыл и то, что это становится таким основным нарративом вообще жизни страны, вот эта военизация, милитаризация и адская пропаганда, которая не щадит вообще никого, то это, конечно, абсолютный ужас. Ну, вот мы сказали с вами, Я не представляю. Сказали, поговорили с вами уже немного о милитаризации детства, да, вот о пеленках, да, но практически ведь все учебные заведения для детей превратились в центры культивации, агрессии, романтизма, войны. Я помню, если раньше там была в России там юанармия, там начинали, по-моему, с третьего или четвертого класса вот туда как бы забирать детей или агитировать детей, то теперь видеть вот этих действительно марширующих детей на каких-то светлых, должно быть, должно как быть, да, светлых утренниках в детских садах эти дети с буквами «З», это дети, которые маршируют с этими флагами. Вот все-таки, наверное, последствия вот этой милитаризации детства в России, это само по себе уже военное преступление? Конечно, преступление. Вот я даже вспоминаю, вот я же маленькая была, мне сейчас 52 года, и на уроках труда мы собирали автомат Калашникова. Но тогда это не носило, это при том, что был разгар холодной войны. То есть я помню, сейчас засыпаюсь, я думала, куда мне будет быстрее добежать до станции метро Пролетарская или станции метро Ломоносовская. Так что наш дом находился где-то между, то есть нагнетался, постоянно по телевидению, но вот такой вот адской истерии я не припомню. То есть они сейчас умудрились переплюнуть даже то. То есть это не... Как-то все это делалось так, ну, как бы по накатанной. Ну, вот так мы живем, вот так у нас принято. В этом не было никакой вот этой вот злобной, отвратительной агрессии. То есть была где-то какая-то Америка, которая мифически угрожала, она вызывала даже скорее не какой-то страх, а любопытство. Да, причем все хотели иметь... Мы с вами ровесники, я помню, и все хотели иметь при этом американские джинсы, при этом завод пипсикола был еще брежневым, когда-то открыт в СССР, и все очень любили этот напиток, хотели его купить. С одной стороны, да, вот угрожали на уроках на политинформациях Америка, и которая хочет атаковать, да, нас вроде бы как. А с другой стороны, все как бы хотели получить оттуда что-то интересное и хорошее. Конечно, потому что все прекрасно знали, вот опять же, там говорят одно, делают второе, думают третье. То есть это же было совершенно понятно, что все, кто ездит за гранкомандировки, это счастливчики, все, у кого там... Я же каждое лето проводила у бабушки в Одессе, у кого там папа моряк, то, значит, семья очень зажиточная, потому что привозят все импортное. То есть это были такие как-то двойные стандарты, к которым мы привыкли. Но здесь эти двойные стандарты, они же несут очень прикладную функцию. То есть эта история просто людям не оставляют выбора и дают им понять, что все, теперь вы будете жить так, и дети ваши будут жить так. Ничего другого не предлагается. Более того, вспомним семью Москалевых, где девочка нарисовала совершенно невинный рисунок за мир, то есть против войны ее забрали у отца, отца на два года посадили, а девочку фактически хотят сделать сиротой. Сейчас говорят, что ее мама хочет забрать, которая с ней вроде бы как никогда не общалась, но этот факт просто вопиющий. Ну, я могу сказать, что французские медиа во все это обсуждали, и вот мой бойфренд француз, он вернулся с работы в состоянии вообще абсолютно ужаса, потому что все-таки, конечно, у репрессий и войны должны быть человеческие лица. То есть, когда ты как-то смотришь на этих общих детей, да, там, с этими буквами Z, то есть ты не веришь за этим никакой там личной персональной трагедии, а когда тебе показывают ребенка, которого лишили любимого отца, потому что я читала письмо и я просто разрыдалась. Да, мы помним. Я хотела прочитать младшему сыну, да, я хотела прочитать младшему сыну, потом решила, нет, все-таки я как-то постараюсь детей огрозить таких знаний, и то есть ты понимаешь, что люди уже существуют в конструкции такого обесчеловечивания, что для них это не является чем-то, то есть они уже перестали себя в этом чувствовать ужасно, то есть это со стороны выглядит абсолютно дико, а внутри ну как-то, ну вот да, еще и это, но это действительно не самое страшное из того, что происходит, ну какого-то ребенка лишили отца, ну вот так не убили же. Знаете, в телеграме, по-моему, Русь сидящая, глава организации, я прочел тоже одну шокирующую историю, когда просто поругались, причем на каком-то из форумов, поругались два человека, которые в принципе знали друг друга, один утверждал, что то, что в Буче, это правда, другой говорил, что это неправда, вот, и тот говорил, что это неправда, он просто написал в ФСБ и написал, ну, нанимку фактически, тогда, как я понимаю, нанимку, потом стало известно, кто это, вот, и человека арестовали, учитывая, что он сам инвалид, он воспитывает ребенка, инвалида сам, вот, которому, ну, просто этому ребенку не на кого больше опереться, и этого человека, ему дают, по-моему, три года лагерей, этот ребенок инвалид остается сам, а человек, написавший донос, он чуть ли не интервью раздает, он говорит, я был уверен, что его перевоспитают, и вот, когда он вернется через колонию, он уже вернется перевоспитанным, это настолько, ну, дико просто. Люди хвастаются, понимаете, люди хвастаются доносами, если при том же Сталине, они тихо писали доносы, чтобы занять квартиру соседа, да, или, я не знаю, там, на работе занять какую-то должность, и против своих товарищей каких-то писали, и потом были какие-то сексоты, да, они так назывались, секретные сотрудники, которые тихо писали на своих товарищей, но они как минимум этим не гордились, это было стыдно сказать, что ты сексот, или ты написал анонимку, а сейчас они этим гордятся. Ну, это вот все благодаря интернету, потому что, конечно, они все видят, что их целая армия, это же как у людей происходит, да, то есть ты, когда чувствуешь себя под лицом, один на один с собой, наверное, очень сложно договориться, когда ты видишь таких же под лицов, тысячами, сотнями тысячами, и миллионами, и все это еще и поощряется, и поддерживается, и ведь так приятно, сложно вообще, хорошим быть тяжело, плохим быть очень просто, особенно, когда это еще превращается в такое, прикрытое сверху все вот этой сладенькой пленкой, якобы, патриотизма и какой-то любви к стране, родине, и тебе выдали вот эти стандартные слоганы, которые ты используешь, любую подлость и гнусность можно этим оправдать, но невозможно, конечно, это все видеть. НАТО в хату, Хельсинки за три дня, беги, Санта, беги, вот так вы написали в соцсетях, реагируя на вступление Финляндии в НАТО, да, и теперь уже в вооруженных силах России говорят о повышенном уровне угрозы, на этой границе, о том, что нужно разворачивать ПВО, да, хотя Финляндия-то и не собиралась в НАТО, но вот что получили в результате. Ну да, какой-то смешной был процент до этого. Я обожаю Финляндию, потому что я же много жила в Петербурге, и для меня всегда было, конечно, очень болезненно и тоскливо переезжать вот эту границу, где черный снег как будто боженька сверху так нарисовал линию, превращался почему-то в ярко-белый, дороги с выбоинами превращались в идеальные дороги, эти прекрасные маленькие придорожные гостиницы, где фины танцуют танго по вечерам, и такой вот, ой, какую-нибудь библиотеку отгрохали в центре Хильсинки бесплатно. Ты вот понимаешь, конечно, вот когда страна делает что для людей, и в какую сторону кто движется. Это какая-то абсолютно космическая. Ой. И могли бы так, но никогда не будем. Кстати, интересная вот цифра. В Финляндии вдвое снизилось количество покупателей недвижимости из России, да? Вот как вы думаете, почему так произошло? Ну, это же произошло в связи с банковскими ограничениями, конечно. Все бы, кто бы мог сейчас что-то продать, купить за границей, так бы и поступили. Я не занимаюсь ни секунды, но просто сейчас же русских гоняют везде как собак бешеных, то есть ты не можешь заключить ни сделку, ни ничего предпринять, никто не примет деньги, никто с тобой не подпишет контракт. То есть это связано в первую очередь, конечно, с финансовыми санкциями. Так бы, если бы дали возможность, поверьте мне, выросло бы в 20 раз. То есть деньги-то не вывезти и ничего не сделать. То есть вопрос не в том, что вступила страна в НАТО, наоборот бы под зонтик НАТО, многие бы наоборот там бы вкладывали деньги, да? Ну, что-то, конечно, мы же прекрасно знаем, но наш любимый с вами Соловьев, куда он предпочитал вкладывать заработанное на пропаганде? Ну, в Россию явно, да. Ну, правда. Ну, вот раз вы уже сказали, да, о российских пропагандистах, сказали, да, вот они продолжают истерить по поводу мифической русофобии в странах Балтии. Вот, в поле их зрения сейчас Латвия, где гражданам России, чтобы продлить ПМЖ, необходимо сдать тест на знание государственного языка. Вот, в публикации под заголовком, сейчас расскажу, как она называется, русские пенсионерки в Латвии умерли от страха перед депортацией из-за незнания латышского. Вот, говорится о двух случаях смерти 70-летних россиян, прошедших курс латышского, так как любой экзамен это вот стресс, да, в Латвии обстановка удручающая, люди замкнулись, чувствуют себя беспомощными и подавленными. Вот, куда бы ты ни сунулся, везде требуется знание языка, пишут пропагандисты в стране. Просто такой ужас. На кого рассчитаны эти статьи? Ну, в смысле, рассчитаны на таких же пенсионерок. Я здесь наблюдала абсолютно совершенно фееричные случаи. Ко мне приезжали друзья, они очень давно живут в Лондоне, и вот прям в режиме реального времени девочки пишет ее мать, которой она не виделась несколько лет, что, то есть, я не шучу сейчас, она ей пишет, что вы в Лондоне сажали всех белок, у вас там нет овощей, вы живете в полном аду, на что та ей отвечает, что дорогая мама, у меня дом в Белграде, и я тебе отправляла видео в магазин, в который я хожу, на что та ей тоже совершенно серьезно отвечает, что как же вам мозги промыли пропагандой. То есть, это совершенно ни на какую голову не налазит. Я не понимаю, как это вообще возможно, что произошло. То есть, это вот рассчитано на такого вот потребителя. То есть, они же не рассказывают, как им хорошо, они рассказывают, как нам тут плохо. Понимаете, это же должно их примирить с их действительностью. Это же нет тут такого какого-то сравнения, что я, например, не вижу статей, что там в супермаркетах России появилось там 64 сорта помидоров и открылось 16 новых птицефабрик специальных биологических кур. Они просто рассказывают, что мы тут едим белок и всячески себя во всем ограничиваем. Сейчас, по-моему, новая тема началась, что воды нет, не будет, что Европа должна была замерзнуть, а сейчас она вся сохнется от жажды. А вы знаете, по поводу Латвии, я не понимаю, все люди там живут постоянно. Почему не выучить хотя бы минимальный язык страны, в которой ты живешь? Просто одна из моих знакомых полгода уже находится в Латвии, спасаясь от войны. За эти полгода она выучила язык, сдала сертификат на уровень А2 и ничего страшного. И причем она не собирается там оставаться, она это сделала просто из уважения к той стране, которая ее приютила. А люди, которые там живут постоянно, для них это большая проблема. но как? Слушайте, я сейчас вам расскажу страшную тайну. Для меня Франция я всегда воспринимала как такой наш какой-то такой семейный летний дом на определенной. И вот сейчас, поняв, что, собственно, я начинаю жить на один дом, я пошла на курсы французского языка, который, наверное, в моем возрасте будет не очень просто учить, но я делала две попытки в свое время, но как-то решила, что это очень для меня геройски, все равно я тут постоянно не живу. Ну а теперь теперь уже надо просто. Просто надо. Это необходимо. Хотя бы, как вы правильно сказали, из-за уважения к стране, которая дала тебе убежище. Доносы в России хотели с вами обсудить. Вот еще раз вернуться к этому страшно. А вот на этот раз хотели поговорить про Лию Хиджакову. На нее написали донос в Генпрокуратуру. Вот автор доноса попросил возбудить в отношении актрисы уголовное дело по статье «Государственные изменения, дискредитация армии России и возбуждение ненависти либо вражды». Вот кроме того, он просит признать актрису иноагентом и лишить ее государственный наград и званий. Ну, мягко говоря, непорядочный человек, правда? Ну, видите, они же воюют. Вот очень хороший пример для меня. Илья Хиджакова, это маленькая, абсолютно бесстрашная, невероятно талантливая женщина и вот эта девочка, которую за рисунок. Они просто показывают, что не будет пощады никому. не крупным, не старым, не маленьким, никто от этого... Так работает огромный вот этот чудовищный пресс, который людей просто перемалывает. и... Я говорю, что новости, а вообще одна, конечно, другой краши. Если раньше еще хоть были какие-то там проблески, хоть какой-то там забегаешь, куда далеко мысли, надежда, что это может как-то закончиться в хоть каком-то там более-менее диком сценарии, то сейчас эта дичь просто плодится, множится, размножается, и... Страшно подумать, что может быть дальше. Да, и вот россиян уже пугают VPN-сервисами, и в стране запустили вот целую рекламную кампанию о якобы опасности программ, которые помогают обходить блокировку сетевых ресурсов. Но там все это похоже, да, человек приходит или в магазин, или в ресторан, и вот продавец или официант, ему все о нем рассказывает нам, сколько ты зарабатываешь, кто у тебя любовница, а все потому, что ты вот скачал VPN. Как вы думаете, вот такая антиреклама, она сработает, или люди, как все это скачивали, так и будут скачивать? Ну, конечно, люди, как скачивали, так и будут скачивать. Я думаю, что они просто идут планомерно к китайскому и корейскому сценарию. Это к запрету к блокировке информации снаружи, потому что это неизбежно. То есть, судя по тому, что происходит, и сейчас, когда отправятся вот эти новые на заклание толпы отловленных мужиков, и мы понимаем, что это все будет заканчиваться, тяжело же будет сдерживать радость их жен, матерей, детей и так далее. То есть, надо будет все это в социальных сетях очень хорошо оккупировать. Идут уже разговоры о том, чтобы полностью закрыть и YouTube, и Википедию. Вы читали, наверное, слышали. Да, но им же, к сожалению, тут ловушка о двух концах, потому что в связи с тем, что все украдено, что не украдено, то прогажено. Они бы давно это сделали, если они могли бы создать хоть какую-то альтернативу, потому что пропаганде же тоже надо работать с молодежью, а работать через интернет. Ну а как? То есть, ни один пока их цифровой проект не увеличался никаким успехом. То есть, понятно, что YouTube не работает, там, единственное, что у них есть в ВКонтакте, и не могут они, ну, запретили они и Инстаграм, и Фейсбук. все как торчали, так и торчат. У меня как было там 60% российских читателей, так и есть. А вот ваши знакомые в России, что они говорят, что пишут, где находят информацию? Слушайте, все мои знакомые в России, они абсолютно адекватные, то есть, они там остались по таким учению. У кого-то родители старые, да, они могут их бросить, у кого-то там работает очень много людей, и, ну, куда их на улицу выгонишь, и не тоже гиперответственность. Но все отмечают одно и то же, что люди живут одним днем, что нет разговоров, никто ничего не планирует, никто не планирует никакого будущего, и это, конечно, страшно, потому что это висит в воздухе, и, ну, представьте, как так вот, так, то есть, у людей просто забрали счастье, то есть, счастье же планирование, вот, я заработаю, я куплю, там, нам, женой, новый дом, у нас там родятся дети, мы там будем ездить, отдыхать на море, и, ну, такое тихое, человеческое, уютное счастье, сейчас что планировать, куда ездить, что покупать, если завтра могут прийти, и ты уедешь куда-нибудь, где тебя вернут по частям потом. В черном пакете, да, Папа Римский в своем пасхальном послании к миру упомянул Россию, вот даже, попросил пролить свет на них, и попросил россиян искать правду о вторжении их страны в Украину, как вы считаете, вот прольется ли этот свет на россиян, будут ли они искать правду? Слушайте, все, кто уже хотел найти правду, давно ее нашли, и уже как-то прошло такое количество времени, что никакие там последние, предпоследние, после последней вагоны поиска уже не работают. Это не... Те, кто хотел понять, все понял, те, кто хотел знать, уже все знает, те, кто не хочет, не видеть, не слышать, и вот они в этом живут. Еще один вопрос вам, может быть, более... можно очень... Потому что постучат, как теперь понятно, ко всем. То есть, если они вначале говорили, что никаких срочников не будет, мы же помним все это, что будут только контрактники, если говорили, что будут только призывного возраста или военнообязанные, то сейчас уже говорят не военнообязанных мужчин в возрасте военнообязанного. Это же... никто никого жалеть не собирается. и никаким уже патриотизмом. Можно, конечно, сколько угодно кричать о любви к родине, но все-таки, наверное, отца своих детей, любимого мужа, потерять более полейненно, чем... Знаете, вот меня поразила еще вот одна такая, может быть, ну, личная история людей, просто люди, иностранцы, они дружили вот с россиянами Санкт-Петербурга много лет, и это музыканты, да, и когда вот этому музыканту, достаточно хорошему музыканту вот спросили, ну вот если начнется война, и что ты будешь в нас стрелять, он говорит, конечно, буду, если будет приказ. Вот это страшно не то, что он будет стрелять, если будет приказ, а страшно то, что этот человек принадлежит к творческой интеллигенции, которая в России всегда была думающей интеллигенцией. Здесь он говорит, нет, будет приказ, я буду, конечно, а куда я денусь? Ну, к сожалению, не интеллект, интеллект, как мы видим, у Суму не очень часто у людей связанный, и может за что-то боится, может быть, слушайте, о подлости и мерзости при чем, может быть, сколько угодно. Обычно это страх и деньги. Ника, вот еще один буквально небольшой, может быть, личный вопрос. Страстная неделя началась. Какими мыслями вы встречаете Пасху? Ну, я человек, верующий так ситуационно, конечно, в этом смысле война обострила, наверное, то есть я, наверное, из агностика все-таки превратилась в человека, который все-таки надеется на высшие силы, но я надеюсь на них с очень прикладным таким желанием, что все-таки существует возмездие какое-то за то, что происходит. И, ну, стараюсь не раздражаться, стараюсь ни на кого не завидеться, стараюсь, а нет, но не выходит очень. У меня какая-то такая уже фона постоянно идет какая-то страшная вообще печаль по поводу всего, потому что вот опять же я говорила, что если раньше еще как-то мозг мог рисовать хоть какие-то более-менее приемлемые картины, но не такие разрушительные, как сейчас, то сейчас это ужасно, просто то, что происходит, это ужасно. в любом случае мы не находили логики в том, что происходит, то сейчас я логику вижу, это просто уничтожение Украины и уничтожение России полностью, то есть если там вначале об этом говорили немногие, то сейчас ощущение, что они выполняют какое-то реально спецзадание просто, то есть вытравить все молодое население это полностью убить страну, то есть выдвить одних в эмиграцию, а вторых перемолоть в никому не нужной войне, которая сожрала все, то есть промышленность, ресурсы, бюджеты, то есть они, я же была в фонде Чулпан патроном, и то есть снятые же в медицине происходят жуткие вещи, то есть все вот эти онкопрограммы, которые были, они все абсолютно урезаны, и какое количество будет еще вот этих смертей, которые не такие непрямые, а опосредованные, то есть сторона, которая клянчит смс-ками на ребенка, на препараты для онкологии, решила еще избавиться от работоспособного мужского населения, которое, собственно говоря, должно обеспечивать бюджет деньгами. Ника, спасибо вам большое за этот интересный, конечно, разговор, за ваши комментарии, к сожалению, до наше время подходит к концу в эфире. Я напомню зрителям Ника Белоцерковская, российский журналист, медиа-менеджер, блогер и телеведущая была с нами на Фридме, всегда ждем вас в нашем эфире, спасибо большое. Спасибо вам огромное, все будет Украина. Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова